Привет! Сегодня в видео я хочу собрать воедино весь процесс создания второй версии ЧПУ станка на Ардуино и 3D принтере. Я покажу полный процесс создания небольшого гравировально-фрезерного станочка по акриловому дереву от этапа проектирования на бумаге, обзора необходимых комплектующих и сборки до подключения и прошивки электроники, а также тест работы на вышеперечисленных материалах и создание первой детали из акрила. Приятного просмотра! В первую очередь необходимо представить что должно получиться в итоге и поэтому составляю чертеж или лучше сказать схематическое изображение будущего проекта. Сейчас вы наблюдаете вид станка сбоку. Вообще концепция станка это портал который будет перемещаться над неподвижным рабочим столом. В отличие от предыдущей модели рабочие инструменты расположены на оси X будет смещен назад, что должно положительно сказаться на конструкции, так как фреза будет находиться над подшипниками по которым перемещается портал по оси Y. За перемещение по оси Y будет отвечать один шаговый двигатель, потому не потребуется синхронизация работы двух движков. Сейчас вы наблюдаете внешний вид станка сверху и уже становится примерно понятно какие детали будут использоваться и что именно требуется смоделировать. Красным цветом выделены линейные направляющие, зеленым ходовые винты, а синим шпильки, которые необходимы для усиления конструкции станка. Также можно наблюдать детали, которые потребуется смоделировать и распечатать, и которые будут отвечать за крепление всех элементов станка, будь это направляющий или рабочий стол. Для полноты картин стараюсь изобразить вид станка и спереди. Все это должно помочь мне понять, как именно будут выглядеть детали для последующего моделирования. После того как вся задумка перенесена на лист бумаги, приступаю к разработке деталей и последующей их печати. Процесс довольно занимательный, но долгий и потому оставим его за кадром, а здесь посмотрим на готовый результат. Сейчас вы наблюдаете большинство из необходимых деталей. Некоторые из них уже подсобраны и давайте рассмотрим их поближе и поподробнее. И первое с чего начнем это ось Z. Она практически полностью собрана, остается только установить рабочий инструмент, но к этому вопросу мы вернемся гораздо позже. На данном листе вы можете наблюдать схематическое изображение данной конструкции, а также используемые в ней детали. Конструкция состоит из трех распечатанных деталей. Это основание, которое включает в себя держатель мотора и держатель направляющих. Следующие две детали представляют собой подвижную каретку и держатель рабочего инструмента с диаметром отверстия 47 мм. В качестве направляющих используются шлифованные валы диаметром 8 мм и длиной 125 мм. Приводить каретку в движение будет мотор NM-17, который с помощью соединительной муфты соединен с ходовым винтом на 8 мм. Длина ходового винта составляет 90 мм. Каретка перемещается по направляющим с помощью линейных подшипников под валы 8 мм. С каждой из сторон установлено по два подшипника. Также в каретку установлена ходовая гайка, которая соответствует ходовому винту. Здесь мы можем видеть, что для крепления и перемещения оси Z-сбори по оси X предусмотрено два отверстия для запрессовки линейных подшипников на 8. В каждой из отверстий запрессовано по два подшипника и для перемещения используется ходовая гайка на 8. Она запрессована и дополнительно закреплена с помощью болтов М3. Для фиксации рабочего инструмента используются 6 болтов с гайками М3 длиной 20 мм, по 3 штуки с каждой стороны. Основную массу деталей можно наблюдать на этих чертежах. Первый показывает вид станка сбоку, а второй сверху. В первую очередь представлены две вот такие детали. На чертеже они изображены следующим образом. И данные детали можно сказать являются основой портала станка, потому как основная масса запчастей будет держаться именно на них. На данный момент в детали уже запрессованы фланцевые подшипники на 12 мм и дополнительно прикручены с помощью болтов М4. Далее представлен направляющий диаметром 8 мм и длиной 320 мм, который будет устанавливаться между двумя этими деталями и по ним будет перемещаться уже собранная ось Z. Конструкция построенная на этих элементах будет образовывать подвижный портал, который будет перемещаться по направляющим оси Y диаметром 12 мм и длиной 400 мм. Конструкция портала будет дополнительно усилена с помощью шпилек М8 длиной 330 мм. Для установки шпилек предусмотрены специальные отверстия в количестве 4 штук. Для перемещения оси X будет использоваться двигатель на 18 и ходовой винт на 8. Для установки мотора предусмотрено определенное место на печатных деталях. Длина ходового винта должна быть примерно равна длине направляющих, но в моем случае она чуть больше, но на данном этапе это не так важно. Для перемещения портала целиком по оси Y будет использоваться следующая деталь. Она имеет отверстие 8 мм для крепления на шпильке и ходовую гайку для винта мотора. С деталями портала мы разобрались, но помимо этого потребуются детали для крепления портала к основанию станка. Портал перемещается по направляющим 12 мм и для него предусмотрены вот такие держатели для направляющих. В реальности они представляют собой следующие детали, которые имеют отверстия для запрессовки направляющих и крепежные отверстия для установки на какую-либо платформу, служащую в качестве основания. А также есть дополнительные отверстия для крепления к тому же основанию на болт. Данное отверстие предназначено для установки гайки, для которой внутри находится шестигранное углубление для ее запрессовки. Всего потребуется 4 таких детали по 2 штуки на каждую сторону. Еще потребуются детали, которые будут крепить рабочий стол. На чертеже они обозначены вот так и выглядят следующим образом. Данные детали получены из одной, путем отзеркаливания в слайсере, по 2 штуки каждого вида. Деталь имеет 3 отверстия для крепления к основанию станка, а сверху расположено отверстие для крепления самого рабочего стола под болтом 5. Сбоку имеется отверстие для установки гайки, для которой предусмотрен шестигранный паз для запрессовки. Помимо этих деталей потребуется держатель мотора, отвечающего за перемещение оси Y и выглядит он следующим образом. На данном этапе это все детали, необходимые для сборки рамы станка. А основание и сам рабочий стол мы рассмотрим в процессе сборки. Ось Z уже собрана и ее довольно подробно мы рассмотрели ранее. Поэтому перейдем к сборке портала. Для сборки потребуются две части его основания, между которых запрессовывается направляющий оси X, на которые и устанавливается ранее собранная ось Z. Сейчас необходимо убедиться, что каретка перемещается плавно и без заеданий. Далее необходимо установить шпильки, которые отвечают за увеличение жесткости портала, а также деталь, с помощью которой будет осуществляться перемещение портала по оси Y. Шпильки используются M8 с аналогичными гайками и шайбами к ним. Ничего сложного здесь нет и устанавливаем их так, как показано на видео. После сборки гайки необходимо протянуть и вероятнее всего я сделаю это за кадром. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда гайки затянуты, мы получаем вот такую конструкцию. В очередной раз убеждаемся в плавности хода каретки, а также убеждаемся, что расстояние между боковыми кронштейнами одинаково на всем протяжении. Если имеются отклонения, регулируем с помощью шпилек. Данная деталь должна находиться ровно посередине. Следующим этапом монтируем двигатель с ходовым винтом в предназначенное для него место и крепим его с помощью болтов М3. Запрессовываем направляющие оси Y в держателе и устанавливаем портал на направляющие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После сборки портала его необходимо закрепить на основании, в качестве которого использован лист ДСП, размером 40 на 50 см. Все детали были прикреплены за кадром, так как их установка требует некоторой точности и делать это на камеру не совсем удобно. И долго, и нудно. Крепление детали происходит с помощью саморезов длиной 18 мм. Во время монтажа конструкции нужно уделить внимание точности расположения детали, чтобы не было перекосов по оси Y. Направляющие оси должны быть строго параллельны друг к другу. После полной сборки рамы и закрепления ее на основании, мы получаем ту самую конструкцию, которая была представлена на первоначальных чертежах. Аналогичная ситуация с видом сверху. Рабочий стол представляет из себя лист ДСП размером 40 на 20 см. При этом 40 см это не рабочая область. Рабочая область будет чуть меньше. Стол крепится на стойках, которые уже предварительно закреплены к основанию. В столе уже есть отверстия под болты М5 и на стойках предусмотрены такие же отверстия. Внутри данных деталей предусмотрено отверстие для установки гаек М5, а также имеется шестигранный паз для их запрессовки. И после стол плотно притягивается к своим держателям. Устанавливаем стол и переходим к электронике. Электроника классическая. Это Arduino Uno с плотой расширения CNC Shield и драйверами A4988. В качестве источника питания будет использован блок питания на 12 вольт 5 ампер. Мощности этого блока питания будет достаточно для работы трех двигателей на М18. Для питания шпингеля необходимо использовать свой блок питания. Или при использовании бормашинки она будет запитана напрямую от 220 вольт. Провода от блока питания крепятся в данную колодку, соблюдая полярность. Следующим этапом соединяем Arduino с компьютером с помощью USB кабеля и переходим к его прошивке. Для работы с платой потребуется установить драйвер CH340. Никаких проблем с его установкой нет, все устанавливается в пару кликов. Также нужно заметить, что без этого драйвера ничего работать не будет. Далее нам потребуется прошивка GRBL. Для того, чтобы ее добавить в список библиотек Arduino, необходимо заархивировать данную папку в zip-архив. Именно в zip это очень важно. Переходим в среду разработки Arduino, которая скачивается и устанавливается с официального сайта. Переходим в меню скетч, подключить библиотеку, добавить zip-библиотеку. В открывшемся окне указываем путь к недавно созданному архиву GRBL и нажимаем открыть. Библиотека добавится в среду разработки. В моем случае она уже установлена, о чем сигнализирует надпись снизу. У вас же она добавится. Далее в меню инструменты, плата, указываем плату Arduino Uno. А во вкладке инструменты, порт, указываем порт, к которому подключена Arduino. Переходим во вкладку скетч, подключить библиотеку и в списке выбираем GRBL. Открывается необходимая прошивка, после чего ее остается загрузить в плату с помощью одноименной кнопки. Происходит проверка скетча, а после его загрузка. Нашего участия здесь не требуется. После удачной загрузки плату можно отключить от компьютера, она прошита и готова к установке на станок. Но пока не отключаем и заходим в программу GRBL Control. Программа не требует установки и работает сразу из папки. Далее переходим в меню сервис, настройки, указываем необходимый порт, в нашем случае COM3, а также проверяем скорость порта, которая указана справа. Здесь все указано верно, нажимаем ОК и GRBL Control подключается к плате, о чем свидетельствует эта надпись. В командной строке консоли пишем команду два значка доллара и попадаем в меню, где можно изменять некоторые параметры станка. В нашем случае нас интересует количество шагов двигателя на 1 мм перемещения. Здесь указано 400 и это должно быть правильно. Вообще это значение меняется в зависимости от используемого ходового винта или ремня и шагового двигателя. Для изменения значения прописываем аналогичную строку, где после знака равно указываем необходимое значение. Следующим этапом нужно подготовить драйвер А4988 к работе с моторами NEMO-17. Для этого на них потребуется выставить опорное напряжение. Выставляется оно с помощью вращения подстроечного резистора на драйвере. И измеряется оно между минусовой клеммой и подстроечным резистором. Значение опорного напряжения должно быть около 0.7 Вольта. Включаем мультиметр и выбираем режим измерения постоянного напряжения в диапазоне до 2 Вольт. Подключаем плату через USB компьютеру или пауэрбанку. Минусовой щуп мультиметра устанавливаем на минусовую клемму питания, а плюсовым щупом измеряем напряжение на резисторе. При необходимости с помощью маленькой отверточки подстраиваем резистор до получения необходимого значения в 0.7 Вольт. В случае, если в процессе фрезеровки какой-то из двигателей будет пропускать шаги, можно будет немного повысить напряжение на драйверах примерно до 1 Вольта для стабильной работы. В процессе работы драйвера будут греться и будет не лишним позаботиться о их охлаждении, как пассивном, так и активном, с помощью вентилятора. На данном этапе установим радиаторы, которые идут в комплекте с драйвером. Для соединения платы со станком будут использованы вот такие провода, которые поставляются в комплекте с двигателями НМ-18. С одной стороны провода предусмотрен разъем для подключения к двигателю, а с обратной к плате. Для подключения двигателя на плате возле каждого драйвера предусмотрены вот такие разъемы. Каждый разъем подписан, за какую ось он отвечает. Соединяем моторы с разъемами на плате. В случае, если и впоследствии оси будут двигаться в неправильном направлении, разъемы на плате просто необходимо перевернуть. И сейчас все готово к первому запуску станка. Давайте попробуем его подключить и поуправлять движением осей с компьютера. Первое включение прошло удачно, и самое время проверить станок в работе, запустив первый пробный G-код, используя маркер в качестве рабочего инструмента. Продолжение следует... Как видим, механика и электроника станка исправно работают и позволяют перемещать рабочий инструмент по заданной траектории. Казалось бы, самое время перейти к испытаниям станка в работе, но предварительно немного доработаем рабочий стол для его более удобного использования. В качестве стола будет использоваться лист ДСП. При желании можно использовать фанеру. Крепление заготовки к столу будет осуществляться с помощью болтов. В моем случае я рисую сетку с размерами ячейки 6х11 см. Керню места под будущее отверстие. Сверлю отверстие тонким сверхом. Немного расширяю отверстие. Рассверливаю отверстие до диаметра в 22 мм с помощью ступенчатого сверла. Далее потребуется распечатать вот такие детальки. Выравниваю диаметр отверстий в напечатанных деталях до 6 мм. В детали имеется шестигранный паз для запрессовки гаек М6. Запрессовываю гайки. В итоге получаются вот такие детали с запрессованными гайками и внешним диаметром детали 22 мм. Теперь деталь необходимо запрессовать в ранее подготовленное основание из ДСП. Сейчас стол можно установить на станок и уже использовать. Закрепляя деталь с помощью болтов или прижимов, которые гребятся на болты. Но помимо этого хочется сделать еще один вид крепления. И это будут своеобразные тиски с широкой регулировкой размера заготовки. Для этого потребуется распечатать 4 вот таких детали, которые будут служить для фиксации заготовки на столе. После печати прохожу сверлом 6 мм по отверстиям, чтобы выровнять их диаметр. Делаю небольшую фаску, а также шлифую поверхности соприкосновения со столом и заготовкой на шлифовальном бруске. Субтитры делал DimaTorzok Первая деталь выглядит следующим образом и будет служить первой неподвижной частью импровизированных тисков. Вторая деталь будет служить второй неподвижной частью тисков. Данная деталь будет подвижной и как раз она будет зажимать заготовку. Также помимо плоской прижимной части будет сменная деталь с бортиком, который позволит поднять заготовку над уровнем стола, например при обрезке по контуру, чтобы фреза не портила сам стол. Соответственно один из упоров потребуется развернуть, чтобы на ответной детали также был аналогичный бортик. В посадочные места устанавливаю гайки М6 и закручиваю болты М6. В моем случае они имеют длину 90 мм. Теперь можно установить тиски на стол и посмотреть как они работают. Устанавливаем две неподвижные части тисков на стол, используя крепежные отверстия на нем, и болты М6 длиной 30 мм. В зависимости от размера заготовки, данные детали можно перемещать по столу, используя другие крепежные отверстия. Теперь зажимаем заготовку между двух прижимных частей, одна из которых неподвижна, а положение другой регулируется с помощью болтов. При необходимости поднять заготовку над уровнем стола, разворачивая неподвижную прижимную часть, а подвижную заменяем на второй вариант. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На мой взгляд конструкция такого стола очень проста, но в то же время функциональна. По мере износа рабочую область можно легко сделать повторно и заменить на новую. Напомню, что подобную конструкцию можно использовать не только как основной рабочий стол, но и как накладку на уже имеющийся стол у станка, для защиты его от повреждений. Теперь станок полностью готов и сейчас проверим его в работе, а именно фрезеровке, акрила и дерева. В общем-то тех материалов, для работы с которыми он собирался. Сейчас я установил заготовку на стол и зажал ее с помощью импровизированных тисков. И в ручном режиме подвожу фрезу к краю заготовки, чтобы установить ноль или начало координат. Обнуляю координаты в GRBL Control для оси XY, а также Z. Поднимаю фрезу на безопасную высоту, включаю шпиндель и запускаю заранее подготовленный G-код на гравировку. В данный момент происходит фрезеровка не тестового образца, а уже полноценной детали, которую впоследствии можно будет использовать. И это будет монтажный кронштейн для двигателя NM-17 на алюминиевый профиль 2020. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА По завершению работы станка снимаю полученную деталь и сейчас мы рассмотрим ее поближе. В итоге получается вот такой монтажный кронштейн для двигателя NM-18. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Устанавливаем двигатель на гранштейн, используя болты NM-3. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как видим двигатель надежно закреплен и теперь крепим его на алюминиевый профиль 2020 с помощью болтов NM-20 с помощью болтов NM-5 и T-гаек. В итоге получается полноценный кронштейн для крепления двигателя, полностью сделанный в автоматическом режиме с помощью самодельного гравировально-фрезерного станка. Сейчас посмотрим, как станок справляется с деревом и в качестве подопытного образца буду использовать кусок фанеры. В первую очередь запускаю простенький G-код, который просто делает выборку. В принципе, данная операция позволяет оценить два режима работы станка. Это обрезка по контуру и выборка материала. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В качестве второго эксперимента с деревом запускаю первый G-код, который представляет собой кронштейн крепления двигателя. Вырезать насквозь, конечно, не получится, так как материал толстый, да и сейчас это не особо важно. Данная операция просто демонстрирует работу станка с деревом и резку разнообразных форм. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Давайте посмотрим поближе, что получилось с деревообработкой. Первая операция была выборка определенного участка. В данном случае результат вполне удачный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С более сложными деталями станок также справляется. Здесь нужно понимать, что если установить большее количество проходов, станок может вырезать подобные детали и из дерева. В принципе, мощности и жесткости станка хватает для него очень быстрой и не сильно глубокой, за один проход обработки древесины и акрила. И это означает, что проект как минимум оправдал изначально заложенные функции. Данная версия СНК является законченной, но в любом случае еще есть большое пространство для доработок и модернизаций. Всем спасибо за внимание. Оценивайте видео. Пишите в комментариях свое мнение по поводу данного проекта. А я желаю вам добра, удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok